Айсберг Реальное эпичное обжиг шоу Реальное эпичное обжиг шоу это самый первый эпизод Excellent Entities Который, если честно, сделан очень плохо От сюжета до музыкального сопровождения его вообще нет Кто знал, что скоро это шоу станет очень качественным и популярным Ну а заставка вообще шедевр Шипы Святая окрошка The Broomer Boys Эта группа в Excellent Entity состоящая из мелка, веника и пластилина Группа насчитывает около 17 альбомов В каждом из них треки изменяются в лучшую сторону Песни частично выходят и по сей день То самое чувство, когда группа из живых мультяшных предметов лучше некоторых современных исполнителей Тем не менее, очень рекомендую послушать их песню Анимационный коллаб Недавно на официальный канал Excellent Entities вышел анимационный коллаб на десятилетия франшизы В коллабе участвовало 50 мультипликаторов с разными скиллами в анимации Также, поскольку в первой серии не было музыки, в коллаб она была добавлена Очень рекомендую к просмотру Вдохновление от BFDI и Inanimate Senti Как многие обжект-шоу начала десятых, Excellent Entities было вдохновлено двумя известными обжект-шоу А именно BFDI и Inanimate Senti Слишком много повесточки Вот знаете, Excellent Entities было бы идеальным шоу Если бы не одно но Оно, блин, кишит пропагандой движения, которые, как вы знаете, я очень сильно осуждаю Серьезно, буквально каждый персонаж... Можете сами почитать на Вики об этом, но скажите, оно вам надо? Желейный медведь Желейный медведь — это первый рекомендованный персонаж в Excellent Entities Нам ее впервые показали во второй серии первого сезона И изначально она была похожа скорее на какую-то мышь Потом Желейный медведь стала частичным участником первого сезона Также играла роль в некоторых сериях второго сезона Клише В сериале, преимущественно, в конце первого сезона Часто высмеивались Довольно частые и уже надоедающие клише Использующиеся в разных мультиках, фильмах и играх И, стоит признать, часто этот стек правда работал Смерть микрофона В первом сезоне в шоу был такой участник — микрофон Но, увы, в пятой серии первого сезона его настигла смерть Прямо во время испытания на него пролилась вода Так и умер микрофон В данный момент мультсериально он находится в раю вместе с Крекером На самом деле мне жалко, что он умер, он был правда крутым участником Песни В сериале, начиная с первого сезона, заканчивая нынешним третьим Мы могли услышать песни Правда, нормальные песни, которые правда качают, начали только во втором И это, по большей части, были песни The Broomer Boys О которых говорилось ранее В первом и третьем сезонах мы имеем песни в заставках В принципе, рекомендую послушать все песни из сериала Ну а заставку первого сезона особенно Серьезно, я не знаю, как это правильно выговорить Короче, третий сезон Excellent Entities В плане анимации он самый лучший, но в плане сюжета, как по мне, не очень Слишком мало музыки в первом сезоне В первом сезоне в шоу было ужасное музыкальное сопровождение В большей серии музыка попросту не играла Ну а если играла, то всего один раз В какой-нибудь небольшой сцене Конечно, в более поздних сериях Музыки стало достаточно, чтобы полностью погрузиться в ситуацию Но тем не менее В плане музыкального сопровождения Первый сезон мега плох Webs for Fs Webs for Fs или же Griffin Webber Это создатель Excellent Entities Кроме Excellent Entities, он также ведет свой YouTube канал Куда выкладывает контент по Object Show И помогает в создании Object Show BFDI В принципе, его знают многие в Object Show Community К его творчеству мы еще вернемся Entities В конце второго сезона выяснилось Что до Excellent Entities Был нулевой сезон Под названием Entities И в нем участвовал нынешний ведущий у шоу Шоколадный батончик В принципе, полностью я спойлерить не буду Посмотрите второй сезон, чтобы узнать, как на все было Некоторые персонажи были основаны на реальных личностях В одном видео Webs for Fs рассказал, что многие персонажи для второго сезона были основаны на реальных личностях К примеру, автомат с жвачками Была основана на одной доброй девочке Ну а наушники Был основан на Веселом геймере, с которым общался Webs for Fs ECP В первом сезоне Исключенные участники Отправлялись в ECP Если че, это аббревиатура Почему я добавил это в Iceberg? Да потому что это является плагиатом Tiny Loser Chamber Супер из BFDI Ляпы Как я уже говорил в Iceberg и на Аниме и Сантии Никто не идеален И в Excel Nandies, как и во всех других мультсериалах Иногда можно заметить ошибки в анимации Мьюзикл Седьмая серия второго сезона, в принципе, является мьюзиклом Персонажи пели на протяжении пяти минут Это чуть ли не половина серии Ну в общем, сам мьюзикл звучит забавно и смешно Рекомендую послушать Ах да, еще там акула, медвей, ягода Круто рэп засчитал Рекомендованные персонажи В Excel Nandies, как и у других обжиг-шоу, есть рекомендованные персонажи Рок единорога, это один из них Ассеты из BFDI В первом сезоне в Excel Nandies часто использовались ассеты из другого шоу BFDI Обратите внимание на рты персонажей в данном клипе А также на то, как выглядят их руки и ноги Ничего не напоминает? Кровище В начале второго сезона При смерти из предмета втек кетчуп Ну, вы понимаете, какой именно Понятно, конечно, что это нелогично Сейчас на экране вы видите два таких момента Камео В некоторых сериях Excel Nandies упоминались, либо были мельком показаны персонажи других обжиг-шоу Или же их ассеты Сейчас на экране вы видите камео, бумажки и знания Мэтс Санти Бленк Это рекомендованный персонаж Впервые появившийся как препятствие в седьмой серии первого сезона Он еще не раз появлялся в сериале Также играл небольшую роль в финале второго сезона This is BFB, Recup Song, Jingle Bell Rock, Message to Loser Как мы знаем, Labs for Fs также работает над BFDI И он работал над тремя песнями для этого сериала А именно, This is BFB Season Recap Message to Loser И Jingle Bell Rock How could this happen to me? Неловко вышло How could this happen to me? Этот трек от Simple Plan Который стал мемом в Excellent Entities Этой грустной песне даже была посвящена серия Нормально Английский желейный медведь Это главный злодей первого сезона Она является сестрой обычной желейного медведя В отличие от своей сестры, она умная Однако в ее семье скорее любили ее глупую сестру Типичная предыстория для злодея Фига, мы уже почти до конца айсберга добрались Lego Spongebob Series Это сериал в технике Stop Motion Который Labs for Fs делал еще до Excellent Entities Сериал насчитывает 4 сезона Наверное, не стоит говорить, что он основан на мультике Губка Боб в квадратные штаны Это и так очевидно Удаленная сцена Готовьте, сейчас скорее всего меня бомбить будет В общем, в седьмой серии изначально присутствовала вот эта сцена Которая максимально бесполезна Серьезно смысл делать всех персонажей нетрадиционными И всюду это еще разглашать Мне это кажется странным Как же хорошо, что она так и не попала в эпизод Рай Туда попадают души мертвых обжектов в Excellent Entities Однако в отличие от библейского рая Туда попадают вообще любые души Потому что в сериале в раю нам показали не только добрых, но и довольно злых и грешных обжектов Именно там сейчас находится микрофон Один из моих любимых персонажей первого сезона Пресс-Ф ему Webs for Fs других шоу Я уже говорил ранее, что Webs for Fs создает не только Excellent Entities Он также участвует и в создании других обжект-шоу Так-то я планировал это сказать как раз уже здесь Простите Дети автомата с жвачками Это довольно мрачный и грустный пункт Так что впечатлительные можете немного перемотать У автомата с жвачками есть дети Нам это показали в первой серии второго сезона Выглядят они как жвачки серого цвета Однако она их потеряла Ненадолго отвернувшись от них В той же первой серии второго сезона Автомат с жвачками так и не нашла своих чат В сериале было показано, что один из них уже на том свете Но потом автомат с жвачками с этим смирилась За это я не люблю третий сезон Старые превьюшки Раньше по факту эпизодов Excellent Entities превьюшки не было Это был просто какой-то рандомный кадр из видео Слишком большие ноги в первом сезоне Я наверное единственный, кто на это обратил внимание В ранних сериях первого сезона у персонажей были слишком большие ноги Серьезно, что это за сапоги? Майнкрафт сервер Идея и сюжет для второго сезона обдумывались Как бы эта страна не звучала в Майнкрафте Команда просто собиралась в Майнкрафте и Через таблички и чат писали свои идеи Увы, сервер не сохранился Софтбол и Маффин поменялись телами Персонажи Софтбол и Маффин поменялись телами Надеюсь, что нам объяснят, почему так произошло в сериале в будущем Почему же Милка исключили в первом сезоне? Еще до выхода седьмой серии была слита сцена В которой Милок бьет пангой кроликов Из-за этого аудитория не взлюбила Милка Несмотря на то, что эти кролики по факту живыми существами и не являлись Обжект Дефнес Раньше на канале Webs4Ref спланировалось Обжект шоу Обжект Дефнес Которое должно было выходить параллельно Со вторым сезоном Axle Identities На данный момент мы имеем лишь заставку Которая сейчас у вас на экране На официальном канале она сейчас скрыта Имеются только перезаливы Ведущим данного шоу должен был быть Кубик кожи Скандал со мультипликатором Половина третьей серии первого сезона выглядит очень убого и лениво Это потому что Мультипликатор, который должен был анимировать эту часть Просто кинул вот с Урэпса, оборвав с ним все контакты И Гриффину выбору пришлось заделывать остаток серии в одиночку на колен Ведь он не успевал в дедлайны Каждый эпизод персонализирован Типа каждый эпизод Axle Identities персонализирован Это Это просто рафляный пункт Ну а с вами был я Лаваш Вы были моим шалжей И смотрели Айсберг по Axle Nanties Я надеюсь что вам понравилось это видео В принципе ставьте лайки Подписывайтесь Ну а я с вами прощаюсь Удачи 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 Удачи